Дорожный движение Первое новое введение Теперь движение по кольцу Будет всегда являться движением по главной дороге И иных знаков ставиться вокруг кольца не будет Только один Движение по кругу Многие весьма уважаемые мной автомобильные эксперты Считают, что мы сделали большой шаг вперед И теперь будем жить, как в Европе Там движение по кругу всегда движение по главной дороге Но! Вот здесь, на примере одного из самых оживленных перекрестков нашего города Кольца у строительного рынка по дороге в Юбилейный Мы убедились, что те, кто это придумал Не до конца оценили все проблемы и риски Которые возникнут для автомобилистов В настоящее время те водители, которые движутся здесь на разворот Руководствуются знаком «Уступите дорогу» А по главной едут те, кто движутся со стороны Юбилейного Теперь же эти водители будут двигаться по главной А пробка будет стоять до конца Юбилейного Если пробки регулярно существуют даже сейчас при старых условиях Представляете, что будет при новых? Они будут постоянными и однозначными Как решить возникшую проблему в новых условиях? Убрать знак движения по кругу И руководствоваться при проезде этой развязки Только знаками «Главная дорога» и «Уступите дорогу» Еще одно новшество в ПДД Вафли теперь может оказаться у нас и на дороге Или так называемая вафельная разметка Для чего? Для фиксации в автоматическом режиме При помощи камер автомобилей, которые не смогли покинуть перекресток После окончания действий зеленого сигнала светофора И создали помехи для движения в поперечном направлении Вот такая вафелька обойдется вам в тысячу рублей Мне кажется, дороговато Мы ознакомились с вами с нововведениями в ПДД и Коап И пришли к выводу, что все они, как правило, нацелены на наш карман На отъем денег у водителей С вами была рубрика «Главная дорога» Я Александр Глушенко и Виктор Рыков Смотрите, подписывайтесь, комментируйте Ну что, пошли? Пошли Спонсор открытого канала – Тольяттинский трансформатор Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok